В результате некачественной установки газового счетчика в одной из квартир дома 32-56 по проспекту Ленинского комсомола произошло возгорание. Работой вела некая коммерческая организация и только чудом удалось избежать трагедии. До глубокой ночи дом оставался без бытового газа. Последствия оказания услуг непрофессионалами устраняли профессионалы. Почему люди иногда предпочитают оплачивать работу неизвестных контор и как обезопасить себя, выясняла Юлия Погасьян. Житель дома 32-56 по проспекту Ленинского комсомола увидел объявление об установке газовых счетчиков и решил воспользоваться предложением. Не убедившись, является ли эта компания одним из официальных предприятий по обслуживанию газового оборудования. Счетчик ему установили, но некачественно, в результате чего произошла утечка газа и возгорание. Пострадала кухонная мебель в результате возгорания. Очаг был локализован и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Но, тем не менее, задействованы оказались 8 квартир. Из-за халатного отношения одного человека к бытовому газу мог пострадать весь дом. Решением сложившейся проблемы занимались сразу несколько муниципальных служб. Газ пришлось перекрыть в общем стояке, а чтобы возобновить его подачу, необходимо было заходить в каждую из 8 квартир, хозяева которых не все были дома. В последнюю квартиру удалось попасть только к полуночи. Вся ответственность лежит на собственнике, либо нанимателе конкретного жилого помещения. Потому что приглашая ту или иную организацию, он должен удостовериться, что организация на самом деле специализированная, что она имеет право выполнять данные виды работ. В данном случае мы понимаем, что этого проверено не было. Более того, мы регулярно обращаемся к жителям, что каждый житель должен иметь договор на техническое обслуживание газового оборудования, именно внутриквартирного. Газ – это источник повышенной опасности, поэтому так необходима регулярная проверка оборудования. И сотрудники промгазоэнергосервиса это делают, только впускать в квартиры люди специалистов почему-то не хотят. При таком раскладе невозможно быть уверенным в том, что ситуация, подобная сложившейся, не повторится. В нашей студии генеральный директор промгазоэнергосервиса Александр Борисович Мачулин. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какова статистика чрезвычайных происшествий, связанных с бытовым газом? Статистика, к сожалению, за последние годы практически растет по возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением эксплуатации, как внутридомового газового оборудования, так и внутриквартирного газового оборудования. Если рассматривать эти два направления, конечно, 80% аварийных ситуаций, которые проходят на территории России, это в первую очередь связано с эксплуатацией, нарушением эксплуатации, пользованием внутриквартирным газовым оборудованием, собственником которого является непосредственно собственник, наниматель, проживающим в многоквартирном доме. Если здесь говорить даже по области, чаша сияния минула и область. У нас был случай, такой прецедент в Сирио-Посаде, когда погибли люди. Был такой прецедент совсем недавно, это в Домодедовском городском округе, когда два человека погибло. И это снова было связано с нарушением, действительно, и выполнением своих обязанностей населением, проживающим в многоквартирном доме. Потому что мы должны понимать также, что многоквартирный дом, он подвержен принципам коллегиальности, общежития, и там каждый собственник должен отвечать не только за себя, но и помнить о других, которые рядом, соседи, проживают в этом доме. Пока снимался сюжет, наш корреспондент не смогла попасть в квартиру, и вот работников службы газовой тоже не всегда пускают. Как же достучаться до людей, чтобы они более относились с пониманием к вашей работе? Здесь необходимо, вот как показывает сегодняшний сюжет, естественно, проводить очень активную работу, настойчивую с населением. По заключению договоров, по организации доступа к газоиспользующему оборудованию в свои квартиры. Это сегодня проблема, и она решается очень тяжело. А я напомню, что в студии у нас был генеральный директор промгазэнергосервиса, Александр Мачулин.